Розы данным составом желательно поливать либо в ранние утренние часы, либо вечером, либо в пасмурную погоду. При таком способе обработки методом дождевания по листу, часть питательных веществ растение получит через листовую пластину, часть попадет к корням. Таким образом растение очень быстро восстановится. Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости и подписчики моего канала, садоводы, цветоводы и огородники. Для Роз этот год был непростой. В декабре у нас несколько раз были ледяные дожди, нахожусь я в Московской области. Зимой это у нас были оттепели и достаточно сильные морозы, хотя снега было достаточно большое количество. Многие розы, особенно которые были без укрытия, хотя вот эти розы я укрывал, те, которые были без укрытия, сильно пострадали. Часть из них вымерзла до уровня снега, часть вымерла практически до самой прививки. Ну а весной у нас очень рано наступило тепло, в апреле было плюс 20 градусов и после недели аномального тепла к нам пришли серьезные заморозки. Ночью температура опускалась до минус 2, в некоторых местах Московской области даже до минус 4 градусов. Конечно розы на тот момент у меня уже были без укрытия и на многих из них были уже раскрыты почки, побеги образовались. И вот сейчас видно как розы пострадали от тех заморозков. Некоторые листики повреждены. Ну это конечно не на всех розах, но на достаточно большом количестве роз такая ситуация имеется. Кроме этого, недавно было уже нападение вредителей. Ну это тля конечно, она весной в первую очередь атакует розы. В наших условиях это примерно в конце мая такая ситуация. И естественно я розы обработал. Несмотря на это они в принципе хорошо развиваются у меня. И сегодня я вам дам очень интересный рецепт. Я его называю живой водой для роз. Который способствует быстрейшему восстановлению роз. Ускоряет цветение. Цветение будет более обильным, продолжительным. Вообще благотворно влияет этот состав на розы. Он простой. Все компоненты можно купить в аптеке или в садовом центре. Сейчас покажу вам как обработать розы. Для снятия из них стресса, от плохой погоды, от негативных явлений, от перепадов температур. И обеспечить им хороший рост и обильное продолжительное цветение. Раствор состоит из двух компонентов. Из расчета на 10 литровую лейку. Первый компонент. Его нужно 100 мл. Это перекись водорода 3%. Перекись я сразу выливаю в лейку. Далее я беру две таблеточки. Их нужно хорошо измельчить. Вот получился у меня такой порошочек. И растворяю примерно в 250 мл. Желательно горячей воды. Но температура воды может быть около 50 градусов. В холодной воде растворяется хуже. Поэтому рекомендую вам растворить в горячей воде. Это обычная янтарная кислота. В дозировке 0,1 грамма. Такие таблеточки можно купить в любой аптеке. Так же бывает еще и янтарная кислота. Продается в обычных магазинах садовых. Тоже можно использовать. Янтарная кислота является природным стимулятором роста. Активатором цветения. Антидепрессантом для растений. В общем очень хорошая вещь. В сочетании с перекисью водорода. Этот состав превращается практически в живую воду. Как я называю его. Для растений. Очень хорошо помогает при стрессовых условиях. И ускоряет цветение. Но об этом я уже говорил ранее. Главное правильно приготовить. Напомню, что перекись водорода на 10 л лейку я взял 100 мл. Янтарной кислоты. Дозировки 0,1 грамма. Две таблеточки. Теперь сейчас янтарная кислота хорошо растворится. Я ее добавлю в лейку. Хорошо перемешаю. И покажу вам как применять данный состав для реанимации ослабленных растений. Добавляю в лейку. И еще раз хорошо перемешиваю. Розы данным составом желательно поливать либо в ранние утренние часы, либо вечером, либо в пасмурную погоду. Полив проводится дождеванием. То есть поливаем всю крону растения. Одной лейки хватает примерно на 5 растений. При таком способе обработки методом дождевания по листу часть питательных веществ растение получит через листовую пластину, часть попадет к корням. Таким образом растение очень быстро восстановится. Этим составом, этой живой водой, можно также восстановить почерневшую, сильно подмерзшую или подопревшую зимой розу. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Пишите вопросы в комментариях. Пишите вопросы в комментариях. Пишите вопросы в комментариях. Пишите вопросы в комментариях.